Драфт НХЛ – главное событие хоккейного лета. Сотни молодых талантов со всего мира выходят на эту ярмарку. Генменеджеры клубов тщательно изучают скаутские отчеты и выбирают тех, кто в будущем может принести пользу своим системам. Сегодня ночью в Нэшвилле прошел первый раунд Драфта НХЛ 2023, и мы традиционно рассказываем вам о главных молодых звездах поколения. Вы на канале СпортТок, и это ТОП-10 игроков Драфта НХЛ этого года. Здесь уже можно поставить лайк на это видео, ведь будет, как всегда, интересно. Погнали! Начинаем с 10-го выбора. Он принадлежал Сент-Луису и решения менеджмента. Лучший Словак на этом драфте – Далибор Дворский. Конечно, после выбора Славковский под первым номером и Немеца под вторым на прошлом драфте, внимание к игрокам из Словакии подросло. Как и многие игроки из этой страны, Дворский предпочел развиваться в Скандинавии, а конкретно в Швеции. С 13 лет Дворский прошел весь путь от юношеских команд до взрослых, сейчас выступая за АИК. Уже два сезона подряд Далибор заигран сразу в трех лигах – юниорской, молодежной и взрослой. Суммарно у него 35 очков за 48 игр в этом сезоне. В сборной Дворский почти что единоличная звезда. Год назад он вывел словацкую юниорку в высший дивизион и сыграл на МЧМ в возрасте 16 лет. В этом сезоне набрал 13 очков в 7 играх на ЮЧМ и 3 балла в 5 матчах МЧМ. Но, будем откровенны, пока взрослый уровень Далибор не тянет. Его АИК выступает только во второй шведской лиге и даже там его показатель полезности – минус 19. В грядущем сезоне Дворский переходит в состав Оскарсхамна. Это клуб из главной шведской лиги, так что в НХЛ пока словак не торопится. Наверное, и правильно. Девятый пик достался Детройту. Новым кирпичиком их перестройки станет канадский центрфорвард Нейт Дэниелсон. Праворукий нападающий почему-то пропал с радаров скаутов сборной после юношеских Олимпийских игр 2020 года, хотя там смотрелся очень неплохо. Больше майку канадской сборной он не надевал. Минувший сезон Нейт провел в западной хоккейной лиге за Брэндон с капитанской повязкой, набрав 78 очков за 68 матчей. Он даже не в топ-20 бомбардиров лиги, хотя и стал лучшим в своей команде. Эксперты отмечают умение Дэниелсона доставить шайбу в чужую зону за счет индивидуальных действий, катания, силовых проходов и дриблинга. В целом умения Нейта могут быть полезны для избегания классического североамериканского забросного входа в зону, что создает дополнительную вариативность в атаке. У Нейта уже закончился контракт, так что для соглашения новичка он полностью открыт. Восьмой выбор был за Вашингтоном. Компанию Александру Овечкину составит Райан Ленард. И нет, он не Леонард, хотя его фамилия пишется именно так. Райан тоже игрок национальной программы развития хоккея США, один из самых талантливых американцев своего поколения. В его активе 114 очков за 74 матча этого сезона за сборные нацпрограммы. Но просто поверьте, что это далеко не выдающиеся цифры. Зато Ленард отлично провел юниорский чемпионат мира на сборной США взяла золото, а Ленард настрелял 17 очков за 7 матчей с полезностью плюс 16. У Райана неплохое катание, хороший бросок и довольно сносная мелкая техника, приправленная отличными качествами снайпера. На данный момент единственный турнир в карьере Ленарда, где он забил меньше, чем отдал, это как раз ЮЧМ. В НХЛ Ленард пока не поедет, это совершенно точно. Грядущий сезон он проведет в студенческой лиге за Бостонский колледж. Почти наверняка поедет на МЧМ, так что оценивать его способности на более-менее серьезном уровне можно будет разве что через год. Седьмой выбирала забуксовавшая Филадельфия, отчаянно нуждающаяся в свежей крови. Ей должен стать главный российский талант поколения Матвей Мечков. Пару лет назад мы обсуждали их с Бедардом в плане борьбы за первый номер, но последние сезоны, увы, откинули Матвеем далековато от первой позиции. Мечков заявил о себе еще по юношам в составе Локомотива, быстро стал звездой в МХЛ, затем быстро подписал долгосрочный контракт с Питерским СКА и дебютировал в КХЛ. Про него у нас на канале был большой ролик, обязательно советуем его по подсказке наверху. Там все рассказывали очень подробно. Но падение рейтингов Мечкова случилось не только из-за контракта. Пока тот же Бедард показывал свой лучший хоккей, у Матвея преддрафтовый сезон сложился крайне тяжело. Мечков не проходил в состав СКА, спускался в ЭХЛ, затем переходил в стан главного аутсайдера КХЛ Сочи, а сезон доигрывал и вовсе в МХЛ за капитан. Итого 4 клуба за сезон. Понятно, что такого игрока хотят видеть у себя многие. Мечков приносил пользу, играл неплохо, но такой жесткий разброс команд, как нам кажется, на пользу ему явно не пошел. В Дамлаук вспомним, что и показать себя на международном уровне из-за всем известных банов Матвей так же не смог. Сюда же добавим слухи о не самых лучших человеческих качествах, и вот некогда конкурент Бедарда оказался далек от первого пика. Мечков крутой игрок. По таланту он, как нам кажется, даже превосходит тех, кто выбран выше него. Но сейчас ему крайне важно закрепиться на один полноценный сезон в СКА. Время и возможности для развития у него есть. НХЛ от Мечкова никуда не денется. И, возможно, сейчас даже к лучшему, что главный молодой талант страны не уедет за океан после сомнительного сезона. Только шестой выбирал один из главных неудачников НХЛ. Аризона в пустыне отправляется едва ли не главный сюрприз в топ-10 и самый высокий россиянин на драфте Дмитрий Симышев. Посмотрите сами на его реакцию. Он воспитанник хоккейной школы Ярославского Локомотива. В прошлом сезоне в 16 лет круто дебютировал за молодежку паровозов, а в этом сезоне сыграл 18 матчей за главную команду Локомотива. Да, без очков, но опыт уже очень крутой. У Симышева эталонное катание спиной, но очень быстро набирает скорость с места, может подстроиться под любой ход соперника и не уступить скорости нападающему. Прямо сейчас именно при обороне один в один он едва ли не лучший молодой защитник страны. Неожиданно высокий выбор. Остается пожелать только удачи. Пятый пик забрал себе победитель драфт-лотереи прошлого года Монреаль Канадиенс. Выбор команды. Австрийский хоккеист Давид Рейнбахер. В последние годы представители этой не самой хоккейной страны нет-нет домелькают в первых раундах. Кстати, Рейнбахер единственный защитник в топ-10, что делает его случай еще более удивительным. Хоккей в Австрии развит не очень сильно, потому Давид свой хоккейный путь проводит в Швейцарии. Про этот чемпионат мы неоднократно рассказывали, разбирая составы сборных на МЧМ или Олимпиаду. Там очень приличная лига. Рейнбахер вместе со своим клубом Клотен в прошлом сезоне поднялся в высший швейцарский дивизион, а в этом сезоне настрелял 24 очка в 49 матчах. Еще раз обратим ваше внимание. 24 очка для 18-летнего защитника в чемпионате Швейцарии это очень-очень недурно. Кроме того, Давид в этом году сыграл за сборную на МЧМ и взрослом чемпионате мира. Молодежка, кстати, вылетела в первый дивизион, взрослая сборная еле-еле осталась вылить, и так что Рейнбахер особо не помог. Скауты отмечают его хорошее катание спиной, умение подстроиться под соперника и поддержать атаку. У Давида нет контракта на следующий год, так что он уже сейчас может подписаться в НХЛ и уехать пробиваться через минорные лиги. Под четвертым номером свой выбор делал Сан-Хосе. Их игрок Уилл Смит. Но не вот этот, а другой. Смит – продукт национальной программы развития хоккея США, но она стабильно поставляет многих талантливых игроков на драфты. Цифры Уилла в этом сезоне очень круты. 169 очков за 80 матчей, но здесь стоит сделать поблажку, что лиги, где играют команды нацпрограммы, откровенно слабенькие. В принципе, по 2 очка за матч нам будет набирать условно почти любой более-менее приличный игрок. Интереснее взглянуть на юниорский чемпионат мира, где Смит в составе сборной США настрелял 20 очков за 9 матчей, стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира и привел американцев к золоту. Пока сказать что-то о Смите рано, в НХЛ он точно не поедет. Следующий сезон проведет в более сильной студенческой лиге за Бостонский колледж. Наверняка поедет на МЧМ, так что какие-то выводы о его перспективах будет корректно сделать уже следующим летом. Третьим в этом году выбирал Коламбус. Ставка жакетов. Адам Фантили. Здесь тоже без сюрпризов, хоть Адам пока и не выглядит на голову выше ровесников. На радары скаутов Фантили попал в USHL. Это американская лига, далеко не самая сильная на Пентинете. Переезд в более сильный студенческий чемпионат случился только прошлым летом. И там за университет Мичигана у Адама 65 очков за 36 матчей. Он лучший бомбардир-лигер в этом сезоне. Интересно, что Фантили за год собрал две золотые медали со сборной Канады на молодежном и взрослом чемпионатах мира. С главной сборной у него только 3 очка в 10 матчах, но здесь сделаем поблажку на возраст. А вот на молодежке у Адама только 5 очков в 7 матчах. И это был откровенно не самый сильный перформанс. Фантили – мощный силовой центр, обожающий играть шайбой и сам протаскивать ее через среднюю зону. Практически любое его касание сопровождается опасностью для чужих ворот. Он очень быстро набирает скорость с места, хорош в маневренном катании и смене направления движения. У него нет какой-то невероятной техники или убойного броска. Адам берет скорее физическими данными и работоспособностью. В принципе, стиль его игры даже сейчас вполне подойдет для НХЛ. Ведь Фантили готов к жесткой игре и менее зависим от каких-то подростковых замашек в виде бесконечных финтов и корабликов. Второй выбор на драфте ушел провалившим сезон Анахайм Дакс. Их надежда – лучший скандинавский игрок на этом драфте Лео Карлсон. Как и большинство шведов, этот игрок развивался во внутреннем чемпионате. Ко взрослой команде Эри Брю его начали привлекать еще в прошлом году. Там Лео набрал 9 очков за 35 матчей, что в принципе не очень плохо. Зато в этом сезоне Карлсон настрелял уже 25 очков за 44 матча, добавив к этому еще 9 очков в 13 игр в плей-офф. Также Лео сыграл на молодежном и взрослом чемпионатах мира за свою сборную. 6 очков на МЧМ и 5 на взрослом турнире. Швед может сыграть как центрального, так и крайнего форварда. Он крупный и хорошо сложенный, что дает ему неплохое преимущество в силовой борьбе. Скауты отмечают умение Лео играть без шайбы, управлять атаками своей команды и создавать свободные зоны, отвлекая на себя внимание соперников. Назвать Карлсона классическим плеймейкером сложно, но он очень здорово находит свободное пространство, умеет доставить туда шайбу, собирать на себе несколько соперников и работать по всей длине площадки. В перспективе Лео уже сейчас готовый игрок для позиции условного центра третьего звена, но у него остается еще один год по контракту с Эребрю, так что есть время понаблюдать за его развитием дома. Ну и, конечно же, первый выбор. Он был за Чикаго Блэк Хоукс, выигравшими драфт-лотерею, и стал им, разумеется, Конор Бидарт. Не услышать про него было просто невозможно. Надежда нации, самый талантливый игрок своего поколения, настоящая хоккейная машина. Бидарт один из тех игроков, кто удостоился статуса исключительного хоккеиста. Об этом мы рассказывали в нашем отдельном ролике, ссылка есть наверху. Последние три сезона Бидарт выступал в западной хоккейной лиге за клуб Риджина Пэтс, где в сумме набрал 291 очко за 141 матч. Бидарду пророчили первый номер уже давным-давно, но этот сезон лишь сильнее убедил всех, насколько канадец на голову выше остальных. 143 очка за 57 матчей регулярки, плюс 20 баллов за 7 игр в плей-офф. Но венцом всего стал молодежный чемпионат мира, где исключительный Конор выбил 23 очка за 9 игр. Главный козырь Бидарда – его сумасшедший кистевой бросок. Бросок буквально революционного уровня. Добавьте сюда еще отличную работу руками, дриблинг, умение включить ноги и сыграть креативно, и получим уникального хоккеиста. У Бидарда буквально не было конкурентов на молодежном уровне, но вот сможет ли он сходу заблистать в НХЛ – пока загадка. Конор не самый габаритный физически развитый хоккеист, но с другой стороны, стилевую игры проповедует совершенно другие качества. Да, Бидарт, возможно, не так силен при игре в обороне, что очень ценится в НХЛ для центр форвардов, но его атакующий потенциал просто огромен. Думаем, не слукавим, если скажем, что Бидарт – самый талантливый первый номер драфта со времен Макдэвида. Один Конор – уже звезда. Что будет со вторым? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Друзья, вот такие они первые 10 номеров драфта этого года. А теперь давайте обсуждать в комментариях, за кем будем следить, от кого ждем прорыва, что покажет Мичков и станет ли Бидарт зажигать уже с первых матчей. Пишите ваше мнение в комментариях, и мы тоже обязательно подключимся. И не забывайте подписываться на канал, ведь уже завтра мы выпустим большой ролик, в котором расскажем про всех россиян, выбранных на этом драфте. А с вами был Спорток. Услышимся!